А сейчас к новостям из сферы образования. В России завершается основной этап сдачи единого государственного экзамена. На территории Тверской области в 47 пунктах организована сдача экзаменов по биологии, истории и иностранным языкам, письменная часть. На одном из пунктов, а именно в Тверской школе номер 18, побывала наша съемочная группа. Несмотря на сильный дождь, который застал врасплох жителей Твери, в 9 утра выпускники собрались на пороге 18-й школы, чтобы сдать единый государственный экзамен. Антон Алгоев сдает биологию так, как выбрал для себя профессию клинического психолога. Молодому человеку интересно изучать поведенческие особенности личности и помогать людям справляться с психологическими проблемами. К экзамену готовился основательно и даже взял с собой талисман. Как говорится, на удачу. Не знаю, чего ждать от экзамена. Просто очень много тем различных и переживаю за это. Просто не знаю, что попадется. Я сегодня с артефактом, чтобы было проще написать ЕГЭ, потому что биология очень важный экзамен. Я все же боюсь, но он меня будет оберегать, сохранять и давать ум. Анна Харитонова сдает свой последний экзамен. Признается, волнение есть, так как результаты дополнительных экзаменов серьезно влияют на поступление в ВУЗ. Анна хочет стать врачом. Чувствует, что эта профессия станет ее призванием. Я хочу помогать людям, делать их здоровее, рассказывать им о здоровье, о том, как это важно, спасать их из трудных ситуаций. У меня были репетиторы, также занималась в онлайн-школе. И непосредственно перед экзаменом готовилась, повторяла как по материалам учебным, так и в интернете искала материалы. Как и все подобные испытания, ЕГЭ по биологии состоит из двух частей. Каждая из них включает в себя разное количество заданий. Первая или тестовая часть включает в себя только базовые вопросы из основной школьной программы. Вторая часть – это сложные задания с развернутым ответом. Здесь проверяют умение ученика применять свои теоретические знания на практике. Без нововведений не обошлось. В этом году в ЕГЭ по биологии есть небольшие изменения. Количество заданий уменьшилось с 29 до 28. Максимальный первичный балл сократился с 59 до 57. После завершения экзамена первичные баллы переводятся в тестовые, чтобы ребенок мог предоставить их при поступлении в университет. ЕГЭ по биологии является одним из сложных предметов, поскольку требует обширной базы знаний. Как правило, этот предмет выбирают школьники, которые планируют связать свою жизнь с медициной, сферой здравоохранения, пищевой промышленностью или экологией. В Тверской области 11 июня также проходила сдача ЕГЭ и по другим предметам. Сегодня сдают экзамены по биологии, истории и иностранным языкам в письменной форме. Биологию сдают 904 человека, историю сдают 691 человек, английский язык 476 и немецкий язык 16 человек. Выбор профессии играет большую роль в жизни каждого человека, поэтому необходимо подойти к этому вопросу очень ответственно. Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил важность профориентации для выпускников. Впереди у вас первые шаги во взрослой жизни, поиск своего профессионального пути. Всегда ставьте перед собой смелые цели, уверенно идите к своей мечте. Помните, что вы часть большой великой страны, вы будущее нашего Отечества. Результаты экзамена станут известны не позднее 25 июня. Апелляцию можно будет подать в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов.